Привет, я Катя Ман и это канал Предприниматели Взлета. Сегодня я расскажу вам самый главный секрет пушистых ресниц. В этом мне поможет Соня. Оставайтесь с нами. Наверняка у каждой девушки есть своя любимая тушь. У меня их несколько. Вместе, в совокупности, они делают мои ресницы пушистыми и роскошными. Сейчас я поделюсь этим секретом с вами. Итак, прежде чем нанести на ресницы новую тушь, которую вы только-только начинаете, не спешите. Оставьте ее чуть-чуть приоткрытой на 2-3 дня. Вот таким образом. Она успеет подсохнуть и не нанесет вред вашему макияжу. Сейчас вы можете увидеть мои самые любимые туши, но они помечены. Почему? Потому что вот эта тушь у меня более сухая, а эта более жидкая. Когда наносим тушь на ресницы, то чтобы она не склеивала в наши реснички, мы должны использовать тушь, которая не новая. Мне больше всего нравится тушь от Максим, потому что здесь кисточка силиконовая. Она служит дополнительной расческой. Обратите внимание. Делает мои ресницы ярко-черными и не отпечатываются ресницы в течение всего дня. Также я люблю тушь, которая называется Смоки, потому что она делает мои ресницы объемными. Казалось бы, маленький ворс, но тем не менее, один взмах достаточно для того, чтобы наши реснички расправились. И тушь, конечно же, 5 в 1. Это бестселлер наших каталогов черного цвета. Здесь неоднородная текстура у наших ворсинок, потому что на одном конце у нас короткие ворсинки, на втором конце у нас длинный ворсинок для верхних ресниц. Наносим тушь в 2-3 слоя. И первый слой должен быть сухой кистью, для того, чтобы разложить наши реснички по местам. Подносим кисточку к ресницам и делаем движение влево-вправо. Даже если они сейчас не будут яркими, не переживайте. Второй-третий слой сделает акцент на ваших ресницах. Вносим кисточку в ресницы и поднимаем наверх. То есть первый слой у нас чисто символический для того, чтобы разложить ресницы по местам. Если вам требуется дополнительная завивка ресниц, вы можете взять щипчики для завивания. Но помните о том, что наши ресницы очень сильно страдают, если вы их будете завивать, будучи уже накрашенными тушью. Потому что тот резиновый ободочек, который находится внутри, он имеет свойство приклеивать наши ресницы. И вы можете остаться просто без ресниц. Поэтому завиваем ресницы исключительно до нанесения туши. Желательно с использованием гель-эспентинола. Первый слой у нас уже подсох. Теперь берем тушь, которая более свежая, более новая. Вот у нас добавился цвет. Вот таким образом мы создали пушистые реснички. Редактор субтитров А.Семкин